Сегодня мы с вами поговорим немножко про 12-ю страницу трактата Таанит. Технические детали этой страницы, я бы сказал, одни из самых сложных во всем трактате. Это вообще не очень сложный трактат, и многие начинающие как раз изучают его для начала. И тут много агады, как я уже говорил. Но вот 12-я страница здесь довольно сложный, запутанный пильпуль насчет того, как же все-таки работает этот Таанит-шаот, да, пост на какие-то часы, то есть временный пост, неполный день. Потому что наша гемора заключает, как я уже говорил на предыдущем уроке, что Таанит должен закончиться, когда заходит солнце, как говорится. Любой Таанит, за которым не зашло солнце, то есть человек начал есть еще до того, как закончился день, это вообще не пост. То есть невозможно, получается, поститься только несколько часов, или полдня, например. Тогда встает вопрос, а почему же это называется Таанит-шаот, если все равно нужно поститься до вечера? А начать пост тоже нужно, как мы увидим позже, наверняка с утра, с рассвета. Поэтому, как я сказал, объясняют, что он принял и сначала на себя какое-то количество часов поститься, а потом в результате пропостился весь день. И вот это называется, видимо, согласно Бабилонскому Таанит-шаот. Но точные детали здесь, в зависимости от того, какому объяснению мы следуем, как я сказал, выходят за рамки нашего урока, очень сложно, все запутано. И заодно обсуждается несколько других концепций, связанных с вот этими постами, которые человек может принимать. Во-первых, я уже говорил, что стам, обычно пост, это короткий пост. Если человек не говорил, что он принимает на себя полный пост с вечера до вечера, то обычно, если он в предыдущую минху принимает на себя пост на следующий день, то это будет с утра до вечера. Но это не значит, что человек может проснуться, например, в 3 часа ночи или в 4 часа ночи и поесть. Ему нужно поставить специальные условия. Да, так выходит из Урзалинского Талмуда, что если он поставил только условия специальные, что он будет есть еще, когда идет спать, вот тогда только это помогает. И так действительно халаха. То есть вот во все эти посты, и в том числе все посты, которые для нас не добровольные, а обязательные. 17-я Томуза, 3-я Тишрейк, пост Гидалии, 10-я Тевета. Во все эти посты можно есть ночью до рассвета, но нужно заранее, когда идешь спать, поставить условие, что я собираюсь еще поесть. Как именно считать рассвет? Есть большой диспут. В разных календарах вы найдете разные числа обычно. С какого момента, с какого времени уже нельзя есть в такие вот посты, как 17-я Томуза и подобные. Например, в северных странах, в каком-нибудь Гамбурге, там, возможно, уже с полуночи считается рассвет в летом, да, поэтому 17-го Томуза, возможно, что уже с полуночи нельзя будет ничего есть. А есть, соответственно, места, где, ну, особенно зимой, получается, 10-я Тевета, например, да, рассвет достаточно поздно, и не так сложно встать, допустим, полшестого утра и поесть, если поставил условие, как я уже говорил. Вот. И это все по строгому мнению. Если рассвет рассчитывать не всегда 72 минуты до восхода, а что зависит от места и времени, и тогда летом это гораздо больше, гораздо раньше светает. Нужно, чтобы было столько же света, сколько в Израиле весной-осенью 72 минуты до восхода. Вот такое количество света, это самое начало, чуть-чуть свет появляется на востоке, вот это, может быть, считается здесь Амута Шахара светом. Потом законы о том, когда можно занять пост и поститься в другой день. Опять же, это все про добровольные посты, это редко сегодня имеет отношение, потому что мало кто сегодня постится какие-то добровольные посты, которые принимают. А вот дальше, следующее Мишна обсуждает, уже мы помните, говорили, что на Мишне, на странице 10, было обсуждение начала постов, когда нет дождя. То есть, если в Мархешван, в определенное число Мархешвана все еще нет дождя, то ехидим, отдельные индивидуумы, уже начинают поститься. Но это только Тармидей Хахами им какие-то отдельные люди постятся. А вот, если Кислев уже наступил, и так дождя не пришел, тогда уже начинают и на общину назначать посты. Вот это было в предыдущей Мишне, на 10-й странице, Дафью, Дамудалов внизу. Что первые три поста, обычно понедельник, четвертый понедельник устанавливают, чтобы не поститься подряд, делают в дни, когда и так длинное чтение Торы, и более такие дни подходящие, это понедельник, четвертый понедельник, Бахаб. Так вот, устанавливают первую группу постов для всех. Это когда уже в Кислев нету дождя. Потом вот наша Мишна на нашей странице обсуждает, что если и в эти дни прошли, и так и дождь не пришел, тогда еще устанавливают три поста. И тогда уже эти посты полные, как 9 ава, да, то есть они с вечера до вечера, и нельзя даже мыться. В обычные посты можно принять душ, чуть теплый, да, про обычный душ принять. И также можно втирать мази и носить ботинки. А вот в эти посты уже, как 9 ава, все запрещено. Сегодня, конечно, все это к нам не относится. Сегодня даже в Израиле не делают никаких подобных постов. Да и опасности особой сегодня нету, даже когда нету дождя долгое время. Как правило, это не приводит к реальной опасности для жизни. Люди с голоду не умрут. Если нет дождя, будут повышенные цены, возможно, но это не приведет к мамыше смертям. Хотя бывают редкие случаи. Вот был случай, когда очень долго в Израиле не было дождей, было жаркое время, и уже наступили времена, когда должен идти дождь, а дождь все не шел, не шел. И потом загорелся лес. И так как все было очень сухое, то это привело к такому пожару, который действительно там даже несколько человек погибло. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому, как правило, сегодня, конечно, не буду стараться посты, тем более такие посты, которые описаны здесь, как 9-е Ава, такие строгие. Поэтому это все было в старые времена. Вот. И они устанавливались. Еще посты, и потом еще 7 постов. После этого получалось всего 13 постов. Вот. Последние посты они еще вдобавок трубили в шофар, и закрывали магазины. И еще было много других строгостей. Не спрашивали друг друга шалом. Вот. То есть они ходили буквально как отлученные перед Всевышним. На Зуфьем. Вот. И это все, значит, до Ниссана продолжалось. Когда закончился Ниссан, то уже нет смысла поститься, потому что теперь дождь только проклятие. Да. В это время в Израиле уже нет смысла даже, если пойдет дождь. И на этом мы на сегодня закончим. Дальше большая часть услуги трактата Таанит будет, хотя будет много Агады, но вот все, что не Агада, тут будут в основном халахи, которые к нам отношения прямого не имеют практического. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok